Привет! Вы на лучшем техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас вы получите лучший технический контент. А если позвоните нам и закажете у нас запчасти, то получите лучшие запчасти и лучший сервис. Минуточку внимания. Компания «АвтоСтронг-М» начала поставлять «Носкаты». Это полноценная морда со всеми запчастями. Так что заходим на сайт и заказываем. Ну а сейчас, собственно, переходим к разборочке. Встречайте Skoda 1.9 SDI. Среди прямо впрысковых дизельных двигателей концерна VAG объемом 1.9 литров встречаются и атмосферные варианты под аббревиатурой SDI. На немецком Saugdiesel direkt einspritzung – непосредственный впрыск и атмосферный дизель. Первый дизель SDI появился в 1995 году и ставился на Caddy. Затем варианты от 64 до 68 сил ставились на Polo, Jetta, Golf 4, а также Fox, на Skoda Octavia и Fabia, а также на соплатформников Seat. Для Европы эти двигатели выпускались до 2006 года. Хотя в Аргентине можно встретить машины с этим мотором, выпущенные до 2010 года. Конструктивно эти дизели отличаются между собой навесным оборудованием и его расположением. Они очень схожи с 1.9 TDI, но, разумеется, проще за счет отсутствия турбины, интеркулера, патрубков и клапанов. За впрыск топлива на дизелях 1.9 SDI отвечает насос Bosch VP37. На данном моторе его нет, но мы помним, что в «АвтоСтронг-М» есть практически все. Поэтому на складе мы взяли вот этот. Скоро мы вам о нем подробнее расскажем. Кстати, педаль на всех моторах электронная. Мы будем разбирать один из поздних двигателей 1.9, снятых со Skoda Fabia 2003 года с пробегом 300 тысяч километров. Двигатели SDI довольно надежны и хорошо диагностируются. Многие их параметры хорошо читаются фирменным диагностическим оборудованием. Нельзя сказать, что SDI намного надежнее TDI, но отсутствие турбины многое упрощает. Но их критикуют за маленькую мощность. Нередко владельцев двигателей 1.9 SDI беспокоят вибрации. Но виной этому не мотор, а подушки его опор. Причем на вид подушки могут быть целыми. Их надо менять на оригинал либо дорогой аналог. На дешевых подушках двигатель будет продолжать вибрировать. Нередко на двигателе 1.9 SDI владельцы наблюдают течи масла. Течи масла по клапанной крышке и теплообменнику. Если прокладка по теплообменник продается отдельно, то клапанная крышка в оригинале идет с прокладкой. Клапанную крышку можно купить в оригинале за 100 долларов. Можно решить эту проблему герметом. Можно купить неоригинальную прокладку. Начали продаваться, но не всегда подходят. Но лучший выбор купить бэушную клапанную крышку в «АвтоСтронг» по отличной цене. Мотор у нас сегодня практически голый и все навесное оборудование мы достали с нашего склада. Встречаем стартер. Подуставший стартер на двигателе 1.9 SDI может быть причиной плохого запуска двигателя на горячую. При этом кажется, что двигатель отлично крутит, но при этом не заводится. Дело в том, что ЭБУ этого двигателя не дает команду на впрыск топлива до того момента, пока вращение коленвала при температуре антифриза в 70 градусов не будет равняться 250 оборотов в минуту. И до кучи АКБ и вся проводка должны быть в порядке. Здесь должен быть датчик температуры охлаждающей жидкости, но его здесь нет, потому что он продан. Датчик температуры охлаждающей жидкости может быть причиной плохого запуска двигателя на холодную либо на горячую. Дело в том, что двигатель не ломается, а при неисправности дает неправильную информацию ЭБУ о температуре охлаждающей жидкости. И тогда ЭБУ дает неправильные параметры впрыска. И тогда двигатель заводится с трудом и долго, либо вообще не заводится. Для проверки можно снять фишку, и тогда двигатель должен завестись, потому что ЭБУ выставит параметры запуска как при минус 30 градусах. Топливный насос Bosch VP37 надежен и неприхотлив. Ходит несколько сотен тысяч километров. При износе плунжерной пары наблюдается плавание холостых оборотов. Также обороты могут плавать из-за загрязнения индуктивного датчика положения ротора. В этом случае помогает чистка механизма и самого ротора. Также из-за изношенного плунжера мотор перестает нормально заводиться на горячую. Тогда насос охлаждают холодной водой. Если заводится, значит ТНВД на переборку либо в «АвтоСтронг» за контрактным. Обычно до переборки этого ТНВД дело не доходит. Может понадобиться настройка подачи топлива либо же настройка угла опережения впрыска. Но надо убедиться в первую очередь, что к ТНВД подается топливо. Если подается, то надо проверить давление топлива в обратке. Оно должно быть один бар при прокручивании стартера. Обычно же обнаруживается завоздушивание, и тогда ТНВД нуждается в прокачке. На самом насосе находится механизм управления количеством топлива. Если открутить четыре болта, то можно регулировать цикловую подачу. Это делается смещением механизма в продольном направлении на долю миллиметров. При перемещении на долю миллиметров в сторону трубок увеличивает подачу топлива. Такие регулировки производятся при подключении блока управления диагностическим ПО. И тогда, грубо говоря, на экране ноутбука у нас будут фактические и требуемые параметры. Сдвигая крышку мукта, мы фактические параметры подгоняем под требуемые. А угол опережения впрыска тоже настраивается механически, то есть отклонением самого ТНВД от блока двигателя. И еще один нюанс. Если вы открутили четыре болта и здесь нет течи топлива, то все нормально. Продолжайте регулировку. Если открутили и появилась течь топлива, значит все снимайте и меняйте прокладку. И так как сегодня Паша занят на разгрузке, сегодня с нами будет разбирать мотор Егор, о котором вы уже кое-что знаете. Итак, мы начинаем нашу разборочку. И вот та самая прокладка, которая продается вместе с крышкой. Обратите внимание, что состояние у нас отличное, поэтому за крышкой только в «АвтоСтронг». В приводе ГРМ у нас ремень. Ходит он 90 тысяч километров и никаких нареканий не вызывает. Редактор субтитров Т.Семкин anunciал! И распредвал у нас для 300 тысяч километров бодрячком. Издревле немцы увлекались гидрокомпенсаторами, поэтому на этом моторе они присутствуют. Клапан EGR управляется вакуумом и соответствующим клапаном N18. Соответственно, неполадки с клапаном EGR могут возникать из-за потери вакуума через патрубки и штуцера, либо же неисправности управляющего электровакуумного клапана. При неисправности клапана EGR обнаруживаются провалы в мощности либо рывки в определенном диапазоне оборотов. В двигателе 1.9 SDI 4 форсунки. Одна из них не простая, а управляющая. При выходе ее строя двигатель моментально переходит в аварийный режим. Со временем изнашивается распылитель и форсунка начинает лить топливо. Обращаем ваше внимание, что впрыск здесь непосредственный и непосредственно с самой ГБЦ у нас все в порядке. Задиров у нас нет. Хон у нас слабенький, но потому что у мотора 300 тысяч километров пробега. В поддоне у нас чисто масло черное, но для дизеля это нормально. Но обратите внимание, что в данном случае у нас поддон с комплектацией без датчика уровня масла. Обратите внимание, что маслонасос здесь приводится цепью, а не промежуточным валом, как на более ранних версиях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы оттерли поршни от масла. Напоминаем, пробег у мотора 300 тысяч километров. Посмотрите, графитовое напыление как новое и все кольца подвижны. Маслосъемные кольца не закоксованы и вкладыши в отличном состоянии. Обратите внимание на жаровый пояс у каждого из поршней. Он чистый, то есть аппетита масляного у мотора не было. А вообще у этого двигателя бывает масляный аппетит. Масло может уходить через разнообразные уплотнители. Мы об этом уже рассказали, а также из-за залегших маслосъемных колец перед ремонтом надо проверить компрессию. Перед заменой колец мы рекомендуем измерить диаметр цилиндров, потому что может появиться эллипсность. Если она появилась, то замена поршневых колец не решит проблему масложора. Поэтому надо протачивать блок либо же покупать новый контрактный в АвтоСтронге. Для 300 тысяч коренные вкладыши очень даже ничего. Коленвал у нас ожидаемо без износа. Придраться к нему мы в принципе не можем. И очень внимательные зрители заметили, что у нас новый стол, который сделал именно тот самый Егор. Разборка закончена и сегодня мы наглядно показали, что и Volkswagen дизель при хорошем обслуживании может без труда пройти 300 тысяч километров. Обязательно подпишитесь на наш канал, заходите в наши соцсети, заходите в наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова